Вакцинацию против гриппа в этом году начали на полмесяца раньше, чем обычно, в середине сентября. Все это для того, чтобы не допустить роста больных вирусной инфекцией. В условиях пандемии коронавируса, по словам врачей, грипп может протекать сложнее. Выбор в пользу вакцинации сделали уже около трех тысяч североказахстанцев. Подробности далее. Семьерная организация здравоохранения. Рекомендован охват населения вакцинации, это массовая вакцинация против гриппа, в пределах не менее 10% от населения. Ежегодно достигаемый показатель в нашей области составляет 10,6, 10,8, 10,7% в зависимости от населения области. В то же время каждый год находятся люди, уверенные в своем иммунитете, которые решают, что прививки им не нужны. Немало остается и тех, кто сомневается в качестве вакцины. Для них многочисленные ее проверки, исследования и сертификаты не аргумент от слова совсем. 2020-й, конечно, многое изменил в сознании людей. Сделал их осторожнее и заставил поверить в то, что раньше казалось нереальным. В нашей области 15 сентября в первый день вакцинации против сезонного гриппа уже привито около трех тысяч человек. Ряды первопроходцев, чтобы показать и доказать безопасность вакцины от гриппа, пополнил и министр здравоохранения Алексей Цой. В этом году вакцинация населения особо важна, так как в условиях пандемии коронавируса может произойти наслоение заболеваемости. И тогда нам будет сложно удержать достигнутую стабилизацию ситуации. Поэтому вместо начала октября вакцинацию от гриппа делают с 15 числа первого осеннего месяца. В северном регионе закупили больше 60 тысяч доз российской вакцины. Ее использовали и в 2019. Ее вложили 52 миллиона тенге. Еще 24 тысячи доз планируют докупить чуть позже. По данным управления здравоохранения, вакцин хватит всем. Неважно, а североказахстанец получает ее платно или за счет государства. Бесплатной вакцинацией в североказахстанской области планируется охватить 8 225 медицинских работников, свыше 4000 детей, подлежащих наблюдению специалистов в медицинских организациях. 5210 часто болеющих детей старше 6 месяцев, больше 800 воспитанников организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, около 1500 получателей услуг медико-социальных учреждений, свыше 1000 беременных женщин, больше 2500 лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, свыше 18 тысяч человек получат бесплатную прививку от гриппа по эпидемиологическим показаниям. Следующая волна коронавируса, если она докатится до северного региона, будет иметь взрывной характер. Поэтому эпидобстановку, которая сейчас сложилась в нашей области, можно назвать своеобразным затишьем перед возможной бурей, говорят санитарные врачи. Если продолжать метафору, по их же данным, маленькие тревожные волны, которые уже остались позади, были в начале учебного года, когда дети возвращались после каникул из других областей страны. Был случай заболевания в Акаинском районе, но дети были контактные с ковидной мамой, мама, которая болела ковидной пневмонией. И в Алихановском районе они приехали с юга, отдыхали, ездили к родственникам, скажем так, и там вот тоже ребенок заболел. Ну вот эта особенность, когда собираются коллективы детские. Их в дежурных группах будут прививать от гриппа специальные выездные бригады, а школьники постарше вакцинируются в медучреждениях, к которым они прикреплены. Это то, что касается детей. Вернемся к взрослым, которые, предположим, болеют коронавирусом, идут делать прививку от гриппа. Что будет происходить в их организме? Я думаю, здесь никаких проблем не должно быть. То есть, если есть какие-то клинические проявления, заболевания, обострение клинического заболевания, либо какая-то вирусная инфекция, тогда да, только после осмотра врача, при отсутствии противопоказаний, человек допускается к вакцинации. Защитный эффект от нее будет через 8-12 дней. Сохраняется он до года. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК.